Всем здравия! Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Здравия всем! Тема нашей программы сегодня – сущность враг или друг. Я предлагаю поговорить об этом. Раз предлагаешь, я не могу отказаться. Потому что кто верит, кто не верит, но существует такой факт, как внедрение, подселение сущностей, которые являются совершенно какими-то разными. Я вот хотела уточнить, кстати, какие сущности бывают вообще? Можешь об этом сейчас сказать? Они откуда берутся? Сущность является всем, что существует. Сущий – само слово, да? Да, вот сущий есть сущий. Принято считать, что сущий – это как раз тот самый, кто самый-самый главный сущий. Сущности – это те, которые под ним находятся. Есть сущности высшего порядка и сущности низшего порядка. Сущности, которые могут взаимодействовать с душой, с телом, с духом и прочее. По большому счету, душа, дух и тело, они принадлежат какой-то сущности высшей. То есть, некому Божьему проявлению. Некому, может быть, даже Богу. Потому что человек может быть аватаром какого-то Бога, какого-то высшего существа. Но поскольку сущности – это все, что существует, то и сущности есть низшего порядка, которые уже не могут сами иметь дух, душу и тело, к примеру, человеческого образца. И им необходимо этим завладевать. И, например, из пекельных миров многие сущности, проявленные в телах тех уровней, которые для нас труднопостижимы, очень сильно мечтают завладеть телом, которое здесь существует человеческим и у которого есть душа, дух. И они пытаются подселиться для того, чтобы выдавить того, кто самый главный, или перехватить управление хотя бы на какое-то время. Потому что то, что они делают, чем они занимаются, без физического тела человеческого, очень-очень проблематично. Их занятия без физического тела человека не имеют того успеха, который им бы хотелось. И вот как раз эти существа тварного мира, пекельного мира, очень любят к человеку приставать. Есть сущности, которые уже не имеют вообще физического тела. Их еще называют неупокоимые души или буйные духи и так далее. Хотя слово «дух» я отношу все-таки к светлому направлению, но вот так вот принято называть. И в этом случае тогда они с большой радостью хотят занять как воробей, пустующий скворечник, так и они пытаются занять пустующее тело. Тело пустующее для них – это то, что отключается от высшего и пытается жить самостоятельно. Вот такой скворечник ходит, который не имеет управления, а своими мозгами пытается в этом мире что-то сделать. И это для них вообще дом родной. Они сразу туда пытаются подселиться, сразу этим скворечником начать управлять. Как только человек живет высшими проявлениями, божественными, для них это недопустимо, невозможно. Они не могут выдавить высшую сущность. Но когда человек живет сам по себе, своими хочушками, то в этом случае он перекрывает поток высшей энергии, пытается от него отключиться, вернее сказать «я теперь сам». И становится автомобилем, который, как умный автомобиль, куда-то ездит, что-то делает, при этом он не понимает цели, зачем он это делает. Просто ему сказали, что надо туда поехать, сюда поехать. Кто сказал? Неважно. Но за рулем никого нет. И вот тогда сущность занимает место прокладки между сидением и рулем и начинает управлять. Если же автомобиль понимает, кто хозяин и подчинен хозяину, то тогда никакая сущность селиться не может. Вот это необходимо понять. Как сделать это? Сознание включить в голове. Как включить царя в голове? Об этом я рассказываю, опять же, на своих семинарах. И те, кто приходят на семинары для того, чтобы получить знания, они получают и начинают жить несколько по-другому. Страхи уходят, они начинают жить очень хорошо в этом мире, не с точки зрения финансового, потому что финансы – это не их цель. Финансы, они просто приходят, когда какое-то дело начинается, и финансы к ним приходят. То есть они начинают управлять финансами, они начинают управлять этими потоками денежными. Но они ставят цель служить финансам, деньгам. То есть меняется все. Они начинают жить без страхов, и поэтому налаживается семейная жизнь, взаимодействие с другими людьми. Они становятся интересными людьми для других, к ним обращаются для чего-то, ну и так далее, и тому подобное. То есть когда человек живет по божественной трактовке, по божественной канве, когда он является представителем Бога на земле, это один подход. Тогда царь в голове включен, и все хорошо. Когда он отключается от божественного, я сам сусам, тогда он превращается в биоробота. А раз биоробот, то необходим программист, который им будет управлять. Вот тогда сущность в него и залезает. Неважно, сущность это бестелесная или сущность пекельного мира. Я еще вот сказала такое выражение, подселение или внедрение, это отличается чем-то? Внедрение – это когда кто-то внедрил, а подселение – это когда просто подселились. Может быть подселение с внедрением, а может быть и внедрение с подселением. Поэтому здесь надо смотреть. Человек, когда открывает свой скворечник направо-налево, кстати, я видела, некоторые религиозные люди, когда зевают, они перекрещивают рот. Потому что есть поверье, что скворечник открыл, и что-то может туда залететь какой-то нечистый. Ничего смешного здесь нет. Это имело место быть и имеет место быть. Только крестятся не для того, чтобы рот перекрестить, а закрывают сущности в ход. Потому что когда человек зевает, он немножко переключается на другое понятие. Там перестройка проходит. Челчок такой, челчок. Вот этот момент человек закрывается. Поэтому когда человек зевает, многие религиозные люди начинают креститься. А те, которые понимают, как устроен мир, им креститься не надо. Они просто постоянно во внимании находятся и не допускают, чтобы кто-то в них там залетел. То, что не через рот сущность влетает, это понятно. Она через мысли залетает. А мысли ртом не определяются. Так вот, подселение или внедрение. Если человек скворечник, который говорит, а у меня свободно, давайте ко мне все в гости. И полетели. Это одно. Он просто сам открывается и в него подселяется. Ну, царя в голове нет, поэтому свободен для всех. А внедрение – это когда кто-то специально, даже порой нарушая какие-то, как кажется человеку, божественные такие представления, что-то в него внедряет. Но это опять же, это представление человеку. Это самозавышенная какая-то, самооценка завышенная. Я такой крутой, а все такие некрутые. Я сейчас тут круче тучи. Это на самом деле просто игра в значимость. И вот тут через игру в значимость, через свою гордыню, человек открывает все возможные входы для того, чтобы в него внедрился кто-то. Ну, ты же крутой. Ну, на тебе, пожалуйста, подарочек на Новый год. Мы в тебя внедряем. Того, кто будет еще круче тебя. Ну-ка, пободайся с ним. Ты же крутой. Бодайся. Груздем назвался. Вот тебе лукошка. Назвался чугунком. Вот тебе печка. Пожалуйста. Поэтому всегда внедрение происходит без нарушения воли свыше и без нарушения воли человека. Через гордыню. Через страхи. Через ложные представления. Можно в человека что-то внедрить. Ведь человек – это контейнер. Ну, физическое тело. Это контейнер для существования сущности, души, духа, объединения всего вместе. И если контейнер говорит, что я круче, а вы сидите нафиг, в этом случае говорит, ну как так, святое место пустое не бывает. Ты такой. Ну, значит, мы тебя и с проверочкой возьмем в свои нежные объятия. Вот как-то так. Интересен еще механизм, как они непосредственно работают уже в самом теле. Потому что наблюдая некоторых людей, я уже вижу иногда порой, где там сущность, где нет сущности. Так как на примере алкоголя. Я просто обращала внимание, что когда человек нормальный, разумный, даже духовный, там светлый человек с хорошей чистой душой выпивает какое-то количество алкоголя и превращается совсем в другого человека. Это что, механизм работы сущности? Это не механизм работы сущностей. Это механизм самоуничтожения. Сущность подбирает таких человечков, в кавычках, таких людин. Когда человек выпивает, ну, употребляет какой-то наркотик, а алкоголь является сильно действующим наркотиком, это не какая-то веселушка, это сильно действующий наркотик. А наркотик всегда действует одинаково. Он притупляет бдительность, он закрывает сознание и переводит человека в состояние биоробота, живущего на принципах простой программы самовыживания, самообеспечения. То есть даже когда человек пьяный, в каком-то наркотическом угаре, у него так или иначе срабатывают системы заявления себя в этом мире. То есть человек всегда, ну, животное, скажем так, поскольку человека здесь уже нет, опустился на уровень животного, животное всегда стремится в этом мире выжить. А для того, чтобы выжить в этом мире, необходимо всем другим доказать, что оно круче других. И поэтому, если мы будем обращать внимание за нетрезвым наркоманом, который алкоголь употребил, мы будем видеть, что он начинает перед всеми хвост распускать. Он начинает, как обезьяна, передергаться перед всеми. Потом, конечно, он в свинью превратится. Но сначала такой петух, павлин, потом как обезьяна. Потом у него переходит на что? На уровень уже ниже пояса, на первые так называемые чакры. Чакры выживания полового. Когда он пытается, например, мужчина всех женщин обаять, или женщина перед всеми мужчинами показать свои все достоинства, танцевать на столе, крутить какие-то неимоверные хреновинки, задницы крутить, показывать что угодно, чтобы всех мужчин обаять. Вот всех вообще. А мужики вообще всех женщин обаять. И вот такие идиоты друг перед другом, как обезьяны, и показывают, что там у них где болтается, или где там чего возвышается. То есть выживание. А для того, чтобы отсечь претендентов, они начинают ко всем задираться. Ты что на меня не так посмотрел? То есть он самочке показывает, какой он крутой, и что типа он ее закроет, и он, такая будет стена, которая его защитит. И он со всеми пытается задираться. Не потому, что он плохой, а потому, что животное пытается в окружающем доказать, какое оно крутое. Как оно сможет за себя постоять. Как оно никого ничего не боится. Оно всем бросает вызов. Чтобы самочки обратили внимание. Или женщины, когда напьются, они пытаются всех разбирать, всех там упускать ниже плинтуса. Больше словами. А там, где, значит, не встречают конкурентку, там начинается, значит, выцарапывание глаз. Ну и прочее, прочее. Поэтому, когда говорят, ну как же, наоборот, пьяный о самосохранении думает. Да нифига, он думает о самосохранении. Но только для него это становится вторично. Ему первично показать, какой он крутой. Чтобы все на него обратили внимание, он показал всем, какой он перец. Он там с десятого этажа может прыгнуть без парашюта. Он может там развести огонь в квартире. Показать, какой он бесстрашный пожарный. Понимаешь, да? У него самосохранение уходит на второй план. И выходит то, что он всем доказывает, какой он крутой. И всех он должен потопить, занизить, принизить и так далее. То есть, самое-самое низменное животное начало на уровне вот этого самого дела. Всех приборов. Если мы внимательно посмотрим, как все это алкоголики, наркоманы и прочее, мы как раз вот это увидим. Только наркотики есть те, которые отрубают вообще человека. Ну, вот там особенно это сильные действующие наркотики, которые сразу такие, там героин и прочее. Там они в кайф впадают, и люди какие-то видят, и их тянет в какие-то миры. А алкоголь, вот он сначала закрывает это все и проявляет низменное. Поэтому отношения есть. Это первое. То есть, изменяет состояние психики человека. Это первое. Второе. Он вызывает какие-то такие состояния, которые в нормальном для человека нахождении психики недоступны. Это второе действие алкоголя. И третье. Вызывает зависимость. Потому что эти состояния человеку могут понравиться, и без них уже ему тяжело жить. И четвертое. Увеличение дозы. Вот когда вы встречаете четыре этих показателя, то знайте, вы уже алкоголик. Вы уже наркоман. Ну и пятый уровень, который мало кто замечает. Человек не представляет своей жизни без этого дела. Вот вообще не представляет. Праздник. У него обязательно будет рюмка в руке. Или на столе будет бутылка. Хоть чуть-чуть. Хоть как-то. Но вот кусочек дерьмица, но должен быть. Он себе не представляет как это. Похороны. Опять же. Разговор по душам. Опять же. То есть алкоголик в первую очередь, это не тот, который уже под забором, как свинья валяется в грязи или в луже. Это тот, который не представляет себе жизнь без этого дела. И когда ты говоришь алкоголику, наркоману о том, ну ты зачем это делаешь, он всегда будет находить оправдание для себя. Что он не алкоголик. Это он делает потому, что надо расслабиться. Он это делает, чтобы было весело. Он это делает потому, что так принято. И без этого разговора не получится. То есть кучу-кучу-кучу оправданий он себе найдет. Это первый указатель того, что перед вами уже алкоголик. Естественно, что даже если алкоголику придется терпеть, он, например, водитель, и он сидит в компании, то он будет себя чувствовать очень плохо. Вот все пьют, а ему нельзя. Все, это для него страшно. Он будет терпеть, он зубами там будет водить вправо-влево, трещать, у него там будет все в челюсти, потому что он выпить не может. Он на воле будет терпеть. Но как только он выполнит свое задание, он напьется в угар вообще, в стельку, в полено, как хотите это называйте. То есть будет срыв очень серьезный. Поэтому когда я спрашиваю, а как бросить пить, курить и так далее, через волю, я говорю, ни в коем случае. Через волю нельзя действовать. Воля – это стартер. Стартер может вас метров 10 провести вперед, но он вас не продвинет на трассе Формулы-1. Стартер – это запуск, это воля. А вот осознание и понимание – это то, что вас на правильную дорогу выведет. И тогда вам совершенно станет ненужным. Так вот, возвращаясь к теме сущностей. Дело в том, что как только алкоголь или любой наркотик попадает в тело, перекрывается сознание, осмысление, отрубается соединение с Высшим. А если отрубилось соединение с Высшим, а человека только скворечник, только автомобиль для того, кто находится выше, и вы с ним отрубили, то свято место, пусто не бывает, сразу найдутся те, которые захотят в этот автомобиль залезть и им поуправлять для достижения своих целей. Очень часто наркоманы и алкоголики видят проявление тех миров, которые в нормальном состоянии, недоступны вообще. Как говорится, допился до чертиков. Белый горячий, когда он чертей гоняет, кого-то там еще ищет, кого-то видит, а другие вообще ничего не видят. Это как раз не то, что человеку показалось, а то, что он видит, является на самом деле. Голоса какие-то проявляются, какие-то там сущности вдруг вылезают, с ним в контакт идут. И обратите внимание, примерно в такое же состояние входят серые и черные шаманы, которые самостоятельно не могут войти в транс, и им нужны какие-то вещества, в лучшем случае природные вещества, которые бы в этот транс помогли им войти. Белый шаман, он без всяких веществ входит в состояние транса и может входить в светлые и в темные миры для того, чтобы получать знания, общаться со светлыми и темными духами, как они там говорят, и давать знания. А серый и черный шаман, они не могут в светлые миры подняться, они опускаются в темные миры. И только из темных миров они ставят вопрос, если они принимают наркотики, почему они только в темных мирах? Да потому что наркотик перекрывает к светлым мирам путь. И вот сущности тогда, с которыми шаманы взаимодействуют, отдают им те знания, которые они могут отдать, но взамен шаман дает какие-то жертвы. Или берет от кого-то жертвы, или сам отдает. Поэтому серый и черный шаманизм, на мой взгляд, это, конечно, интересное занятие, но не наше. У нас все-таки это светлый путь, а не темный. Это первое. И во-вторых, если любой наркотик перекрывает путь кверху, ввысь, значит тогда нам надо тоже от наркотиков избавляться, уходить и не применять тогда, когда они абсолютно не нужны. Надо жить в здравии, надо жить в осознанности и в понимании этого мира, то есть в ведании. И тогда никакая сущность в вас не залезет. Хорошо. Еще такой вопрос. Может ли сущность толкать людей на преступление? Ведь я понимаю так, что люди, находящиеся в тюрьмах, наверное, видимо, по моим ощущениям, большинство случаев имеют сущности. Возможно это? Это не то, что возможно, это так оно и есть. Большинство людей, которые совершили преступление, внутри очень порядочные, очень хорошие люди. Вот большинство людей. Ну не все же там мерзавцы-то. И когда начинаешь общаться с человеком, как ты оказался здесь? Почему ты это сделал? Говорит, не знаю, черт попутал. Бес попутал. Вот так многие говорят. Жил, даже в голове такое не крутилось. А потом, бац, и оказался на скамье преступников, подсудимых. Почему? И начинает вспоминать, а вот я встретился с тем, а мне сказали, вот это, глазки у меня загорелись, желание, например, там надо было жене машину купить, там квартиру купить, одежку какую-то купить, ну что-то еще. То есть какие-то бытовые вещи, связанные с физическим телом. А мы говорили, что физическое тело на начальном этапе, оно очень сильно связано с пекельными мирами, где как раз вот эти вот красноглазенькие, остроухенькие правят бал. Раз так, они тебе помогут это получить, но им надо будет взамен от тебя что-то тоже получить. Что, им деньги твои, что ли, нужны? Да им деньги не нужны, у них навалы этого дерьма, как говорится, навалом, как в сару роются. Они тебе эти деньги дадут через преступления, через там еще что-то, через обман. Им нужно что-то другое. А что им нужно? Им нужно страдания, переживания, эмоции, которые из человека выходят. Человек им нужен, как батарейка. И поэтому они создают все условия для того, чтобы человек, как батарейка, начал функционировать. Но батарейка, вставленные в их часики, в их игрушки, в их предметы. И поэтому большинство людей попадают в тюрьму именно после того, как они становятся вот такими начальными батарейками, которые совершили преступления, на которые они согласились ради получения каких-то вот таких ежесекундных, ежеминутных или там одновременных выгод. Вот сейчас, вот именно вот сейчас. И, как правило, большинство людей попадают в такие неприятности, находясь в наркотическом алкогольном угаре, состоянии. Потому что, если человек не соображает, его просто с пути истинного подвинуть. Понимаешь, как это пел Высоцкий? Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот из этой же серии. А что делать? Вот человек понимает, да, что непонятно, как он оказался здесь, в тюрьме. Прошло какое-то время, он вышел на свободу, но сущность-то не вышла из него. Что делать? Как говорится, дурак учится на собственных ошибках, а умный на ошибках дурака. Если Вы начинаете мир осознавать, познавать, Вы видите те проблемы, которые касаются не только Вас, но и других людей. И на примере других людей Вы понимаете, что хорошо, а что плохо. Вот как писал Маяковский, что такое хорошо, что такое плохо. Вот из этой же серии. Необходимо включить сознание, необходимо включить понимание. Человек, который находится в сознании, в понимании, в божественной конве, где три единства соблюдены, не только душа, дух и тело, а где есть представители физического тела, которые отвечают за физическое тело, представители божественного, то есть то, что нам необходимо делать. И сознание их соединяющее, об этом я говорил в своих семинарах, занятиях, да и с Мишей мы в этом говорили в передаче, он тогда целостен и тогда получает следующее. Свыше дается указание, как себя вести, то есть проекты матрица, нижняя эту матрицу заполняет физиологией, физической телой, а телом осознания позволяет понимать, что первично, что вторично. И если сознание служит божественному, все на своем месте. Если вот этому пекельному, тогда все рушится. То есть проект выполнения сознания кто, для чего, зачем и как. Вот когда у вас сознание направлено туда, вверх, и понимание того, что происходит, все на своем месте. Но сознание не должно находиться под воздействием наркотика. Вот это очень важно. Причем наркотики бывают не только алкоголь. Наркотики это телевизор, это радио, это журналы, газеты. Вопрос только. Нам сейчас скажут, ага, народно-славянское радио тоже наркотик. Отчасти да, если вы просто слушаете и никаких выводов не делаете. То есть от вас зависит народно-славянское радио для вас. Это наркотик, который какие-то иллюзии создает. Либо вы получаете тут какие-то знания и применять это в мире, применять это в жизни. Но хотя бы на народно-славянском радио есть разные направления и разные представления разных учений и там можно выбрать. А по современным средствам массовой информации дается только то, что вас усыпляет и уводит от жизни. Знания не даются. И если даже казалось бы какие-то знания вот-вот-вот там идут, там обязательно растянут эти знания на 45 минут, все, что можно было в течение двух минут сказать, и приукрасят какими-то небылицами и глупостью и опять вас уйдет в сторону. Вот так работают средства массовой информации даже под видом просветительской какой-то работы. Ну и либо под чем-то добрым и красивым вам подсунут какую-то пустышку, в которой вы будете сидеть, смотреть, 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 и в конечном итоге скажешь, что я там смотрел, ничего не понятно. А время уже потрачено, день уже закончился, и этот день уже в вашей жизни не вернуть. Вы просто в пустую кому-то отдали. Вопрос, кому вы отдаете? Хорошо. Значит, рецепт такой переосмыслить свою жизнь и сделать выбор в сторону света. Но не все же делают такой выбор. Выходя из мест заключения, очень многие еще дальше пытаются что-то, сотворить нечто другое и уходят в нижние меры, проще говоря, совсем. И это их право? Да. Ни я, ни ты, никто другой не имеет права им запретить это делать. Каждый человек сам определяет свой уровень, свое предназначение и те роки, уроки, которые по судьбе ему даны. Как проходить? Они уже определены. Как проходить? К примеру, для того, чтобы понять, что вот так делать нельзя, одному человеку нужно только об этом подумать, он находится на высшем уровне, то есть виртуальности. И он все представил, пережил, говорит, я это делать не буду. Чуть пониже он не только об этом подумал, ему необходимо еще с этим столкнуться в жизни, но наблюдая со стороны, как кого-то на его глазах обманули. Тот, который ниже еще находится, ему уже необходимо в этом участвовать. И участвовать, как правило, подельником. А если он на самом низком уровне, то он может быть и как инструмент, которого направят куда-то, или как жертва, которой кто-то по голове настучит, либо еще как-то, но он в этом будет уже очень глубоко завязан. Понятно, да, вот эти четыре уровня? И человек, если пошел на это, находясь на первом уровне, это еще не говорит о том, что он всегда на первом уровне останется. Ему, скорее всего, нужно было оказаться в тюрьме для того, чтобы пережить. Ведь если бы он находился на высшем уровне, он до тюрьмы бы дело не довел. Он сразу бы понял, как это все, то есть пережил бы, да, понял, что это такое, для чего это все делать, сказал, не, ребята, я с вами не участвую, вы хорошие пацаны, да, все, мужики, все замечательно, но у меня там это, дело есть, я в магазин и иду за селедкой, все, и пошел за селедкой в магазин. А те пошли грабить кого-то там или преступление делать, да, их дорожки разошлись. А когда ему говорят, ну какая тебе селедка? Слушай, мы твоей жене сейчас там шубу купим, ты квартиру, и там ты это, и это. Говорит, а что мне надо делать? Да ничего, просто рядом постоять. Ну, постоять ничего страшного. То есть, он не может себе представить, что он уже в этом преступлении. Он уже забыл про селедку. И он стоит рядом. А потом говорит, что ты стоишь, давай помогай его затаскивать. Да? А потом, ну что ты стоишь, затаскиваешь, давай снимай с него там кольца, браслеты, там пинка его, отвези там куда-то еще и так далее. То есть, дальше, дальше, дальше. Иначе ты квартиру не получишь. А он говорит, ну ты же уже вляпался, давай дальше-то. То есть, через глупость, через непонимание, не царя в голове, он находится в состоянии подчинения. Это первый базовый уровень. На первом уровне всегда кто-то кому-то подчиняется. Всегда. Вот как маленький ребенок, он себя подчиняется обстоятельствам, воспиталкам, папе с мамой, дедушкам, бабушкам. На втором уровне он уже с ними как-то так вот контактирует. Вот так, он уже не подчиняется. На третьем уровне он уже над кем-то стоит. А четвертый уровень видит мир целиком. Вот только дети в таком состоянии могут подчиняться и попадать в эти ситуации. И алкоголь, наркотики, они как раз закрывают высшие все и открывают самые низшие. И вот тут тогда очень просто. Ну что стоишь-то? Что, не пацан что ли? Давай. Да ты что, некрасивая девка? Да сейчас всех там это, да? И вот через это на слабое и так далее. То есть когда включается вот это нижнее. Вот когда нижнее включается, очень легко человека развести. Сущности, которые управляют человеком, не обязательно в нем находятся. Они могут находиться рядом. Они могут через удаленный доступ управлять человеком. Не обязательно сущности прям торчать в человеке. Почему? Потому что как по интернету можно другим компьютером управлять, так и человека можно управлять через удаленное управление. Как свыше, так и снизу. Ну, остается коробочка, остается вход в нее. Вопрос, кому ты служишь, выше или ниже, да? И человек, когда выходит, наевшись всего, получив уроки из тюрьмы, с зоны возвращается. Перед ним открывается возможность. Вот книга заново. Даже еще вот он, сидя в зоне, это все дело может получать открытие такое. Ему говорится, вот ты делал так, тебе это понравилось? Нет. Тогда вот это делать не надо. Тогда иди вот сюда. И ему будут попадаться интересные люди, которых тогда он на свободе не замечал. Интересные книги, которые на свободе он не читал. Просто не до них было. Беготня, крутиться надо было, дети, жена, семья, еще что-то, еще что-то, родственники, знакомые. Оттуда дается возможность тебе это все пройти, изучить. Тебе же нужно было по року с этими людьми встретиться, по своему року. И ты с ними встретишься, но только за колючей проволокой. В зоне, в тюрьме. Тебе нужно было эти книги познать. И ты их познаешь. Но если там не было время, тебе их дадут здесь. Какие-то пройти уроки, которые там ты мог спокойно пройти, не торопясь. Тебе обязан, ты обязан здесь. То есть, вот этот вот рок, вот этот вот урок, рок по своей судьбе, если ты на свободе, как вольный человек, не выполнил, ты будешь обязан выполнить здесь, если он тебе дается. Понятно? Ты обязан будешь его пройти, но только с усилением, о чем мы говорили. А выходишь, перед тобой открывается возможность. Вынес ты отсюда что-то, значит, больше ты в тот урок ввязываться не будешь. И ты все оставил там. И пройдешь новый урок. Не вынес, ну тогда будет еще что-то более интересное. Ну здесь я понимаю, что сущность играет роль учителя-сподвижника, который тебе дает пендель волшебный. И ты двигаешься туда, куда нужно. Вот так вопрос такой, что же делать с ней, сущностью? Дружить или избавляться от нее? Значит, сущность сама, она не понимает, что она учитель. Ее программа действует так, как она живет. Это для нее норма. Но человек может ее воспринимать как или врага, или как учителя. Учитель чем хорош? Учитель этот, когда ты прошел какие-то уроки, получил знания и со своим учителем попрощался. До свидос. И ты вспоминаешь его всю свою жизнь. Фотография на память, класс сидит, училка, все хорошо. Ты больше к ней, за знаниями, к этой училке не идешь. Это когда человек понимает, что сущность была для него учителем. Она дала те знания, которые человек сам бы без ее помощи не получил. Но сущность при этом не понимает, что она учитель. Она хочет продолжение банкета. Понимаешь, да? То есть человек сам определяет, учитель это или нет. А вот когда управленец, когда сущность управленец, когда не учитель, от нее отвязаться невозможно. Потому что она все время будет подкидывать. Вопрос, в каком вы состоянии. Поэтому да, можно так вот коряво, так вот просто в лоб подойти, сказать, да, они наши учителя. Можно. Мне такой вариант не очень нравится, но по факту для кого-то они учителя. поэтому если мы понимаем, что все, что было сделано, оно делается нам на пользу, то тогда мы будем воспринимать все как уроки, делать правильные выводы на трезвую голову. И потом наша жизнь будет складываться, потому что самый великий опыт это наш горький опыт. На его основе мы можем подняться вверх. На радости подняться вверх невозможно. Радость это то, куда мы хотим стремиться. А вот сила вся, которая нас поднимает, она в горьком опыте. То есть я за радость. Но радость должна быть осознанна. Она должна быть такая, знаешь, как вот свет, куда мы стремимся. Вот мне там классно, хорошо. Но если горький опыт у вас большой, который вы себе создали, оно вас поднимает. Это не говорит о том, что все должны вот в этих какашках изваляться. Потому что уровень разный. Вот этот пришел с этого уровня, и для него только на это посмотреть, как я уже говорил, уже достаточно. И он понимает, что там радостно, и это для него уже опыт, это стартовая площадка. Кто-то чуть пониже, он уже будет это видеть ближе, о чем я говорил. Но радость у него есть, ориентир туда, свет. И он, вот получив это, скажет, не, 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 мне не сюда, туда стартовать. Кто-то в этом будет уже участвовать, и для него это будет подъем туда, выше, стрельба, вверх. Но радость он должен увидеть. А снизу вообще радость трудно увидеть. У него эмоции, у него реакции на то, что происходит. Отдача какая-то, ну то, что его где вызывает. То есть, им управляет, а он постоянно тычется. Поэтому здесь не все так однозначно. Но да, учителя, да, которые позволяют человеку что-то осознать. Но наступает момент, когда учителя нам скажут до свидания. Ну, примерно так. То есть, они и сами отпадают, отваливают. Конечно, как только человек по, вот смотри, принцип доброволия никто не отменял в этом жизни, в этой жизни. В этом мире человек вправе выбирать, потому он и человек. Это же не только человекообразно существует, это же не обезьяна. Человек отличается от животных очень многим, в том числе и возможностью выбора. Животное, как правило, не выбирает. Животное не создает себе условий вообще мира. Оно подчиняется миру. Да, оно может гнездо себе сделать, нору, оно может встать там побороться с кем-то, оно может придумать какую-то многоходовочку, чтобы что-то получить. Но не более того. А человек создает сам этот мир. Чувствуешь разницу? Сам человек создает мир. Если это человек высшего уровня, то никто снизу не имеет права его задавить. Мало того, если человек сильный, если у него есть все возможности, если он этого желает, эти товарищи красноглазенькие будут ему служить. Никуда не денутся. Так устроен мир. А если слабак, они его будут использовать. То есть выбирать, либо тебе они служат, либо ты им служишь. Другого варианта нет. Понятно. Мы в прошлой нашей программе как-то, в беседе вернее, с тобой затронули такой момент передачи сущности по наследству. Ведь есть же такое, бывает, да? Конечно. Вот. А получается, что дети отрабатывают или их задача просто-напросто вот этот урок помочь пройти родителям и освободиться от этой сущности? Или они могут передать еще следующим поколениям? Могут. И то, и другое, и третье. Все возможно. В нашем мире есть вообще все. Вот о чем ты сказала. Дело в том, что многие сущности настолько здесь прижились хорошо и настолько себя хорошо здесь чувствуют, что им тоже необходимо создавать семьи. Но а с кем создать семью? Как не с таким же, как ты? И поэтому если сущность управляет, сидит на закорках так это управляет, то есть от высшего я божественно отключился человек и он как сковоречник пустой, как автомобиль пустой. У него садится эта сущность, ножки свешивает и давай, поехали, вперед. Едет, едет. О! Интересная такая же сущность, которую я семью создам. И как раз подходит самец, самочка. Они же рассматривают их как автомобили подходящие, как биороботы подходящие друг к другу. И вот мы сейчас тут народим, тут у нас только сущностей, появится новеньких, да мы вообще всемирно завладеем. И появляется такая семейка гоблинов, которые управляем из сущности. И они своим детям передают сущность. То есть дети сразу же как биороботы здесь рождаются, у которых эти сущности сидят. Да, у них не запрещается подключаться кверху, нет запрета такого. но сущности уже там все сделали свое, чтобы дети сами же сказали, да-да-да, я отключаюсь от этого всего дела. До шести лет проблемы семьи. До шести лет проблемы ребенка, они связаны с семьей. Вот если в семье сущности присутствуют, то тогда сущности делают все возможное, чтобы ребенка подчинить. Будут создаваться условия, потому что маленький ребенок, он находится на уровне животного начала. До шести лет, потом там двенадцать лет, восемнадцать лет. Опять же, об этом я все рассказываю на своих занятиях, семинарах. И если мы это понимаем, то все становится объективно и понятно, как все происходит. И тогда семья разрастается не только с точки зрения человека, но и с точки зрения сущностей. Но опять же, доброволие никто не отменял. И если человек встает на путь света, он эту сущность так, ну-ка иди отсюда вон. И все. И сущность отваливается. И с ним взаимодействие происходит только через человеческий фактор. Папа с мамой, которые сущностями больны, да, как паразитами, они взаимодействуют с человеком очистившимся, не понимая его. Что ты делаешь? Зачем ты делаешь? Ну так же нельзя делать. Давай, иди там, вот это сделай, вот это сделай, но тебе же вообще в миру не будет счастья. Они пытаются его через страх опять засунуть куда-то, отключить отверху, чтобы сущность, ту, которую он скинул, начала им управлять. Вот это и есть передача и подселение, подсаживание, внедрение, когда папа с мамой свою глупость внедряют, страхи внедряют и сущность, чтобы опять залезла наверх, потому что сущности ими управляют. Вот это семейное. Но так сказать, что человек не имеет права освободиться, такого нет. Мало того, сущность, которую он скинул, она не уйдет сразу в пекельный мир и не сразу не уйдет другого хозяина. Очень многие, ну хотя бы одним пальчиком зацепиться, чтобы рядышком быть, а вдруг сорвешься, а вдруг запустишь, а вдруг шарнешься. Все, как только это произошло, она радостно и занимает место. Ну наконец-то я сел на него и за уши его. Ну давай вперед теперь и в светлый путь, а чтобы тебе там было совсем хорошо на преступление, чтобы потом в тюрьму, чтобы потом на зоне можно было тебя топтать, 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 управлять, чтобы ты больше эмоций, страданий, страха, переживаний из себя выпускал. Вот так работают сущности. Можно ли изгнать сущность? Конечно можно. Можно изгнать сущность несколькими путями. Прийти к какому-нибудь там человеку, который видит это все, у которого есть дозволение к этим планам, чтобы сущность просто снять. Но необходимо, чтобы у человека, который с сущностью пришел, была воля на это, когда бывает немножко не хватает чего-то. И у него было желание избавиться от сущности. Вот тогда его осознанное действие эту сущность уберет. И тот, который берет на себя ответственность, убирая эту сущность, ему даст новые микропрограммы установки, подходящие для его бытия, вот на каком-то этапе, чтобы удержав себя в рамках, он наработал какой-то определенный объем знаний и готовности, дрессировал свое тело, чтобы потом сущности опять не хватать. Это первый вариант. Второй вариант, более сложный, это борьба с этой сущностью не с точки зрения, давай мы с тобой поборемся, а с точки зрения осознания. Как только человек врубает осознание, как только он проявляет свое божественное начало, сущность отваливается и начинает ему служить. И вот в том случае, если человек становится хозяином, сущность будет ему подчиняться. Но это очень серьезно, это очень проблематично, ибо тогда надо быть хозяином этого мира целиком. И самый дурной вариант, когда человек, человека приводят, например, избавьте его от алкогольной зависимости, то есть избавьте его от черта, который у него свет там на закорках. А он говорит, ну давай попробуй, что там, подумаешь. И начинает его избавлять. Вопрос, а на каком основании, по какому праву, с чего это вдруг вы вот эту сущность с него пытаетесь сбросить, которая по праву и по его согласию им завладела? Ну он же дал добровольно оставаться. Не-не-не, он сказал, ну давай, а ему на самом деле, знаешь, это больше интересно, так давайте поборемся, давай новое шоу устроим мне. Вот это самый неприятный момент. Да, находятся какие-то люди, гуру там или еще, кто-то священники, которые экзорцизмом занимаются, прекрасно. Они могут вытащить из него, но, как говорится, святое место пусто не бывало, зарекалась свинюшка какашки не есть, да на улицу вышла и нажралась. То же самое и здесь. Тебя здесь очистили, ты выходишь, говоришь, что-то как-то скучновато, как коза-дереза, кукареку, ну и все сбежались. И там начинается, и тут сущность убрали, а другие-то ждали, когда, давай, давай, ну, о, все, прокукарекал, значит наш. И тут такая чертяна, чертяга в него вселяется, что ни в сказке сказать, ни первому писать. да, весело, оказывается, живется в этом мире. Да вообще, сказка какая-то. Ну, мы не хотели никого напугать, потому что, я так понимаю, что сущности живут далеко не во всех людях, они далеко не ко всем цепляются. А к кому они не могут прицепиться? Нет, кстати, они цепляются ко всем. А к кому не могут прицепиться? Смотри, еще раз, поскольку есть божественный план, то по всем поконам вселенского бытия должен быть и демонический, или пекельный план. Вопрос, кто кому служит. Если божественный план первичен, и там находятся все задания, то в этом случае тогда человек, который понимает первичность, он становится хозяином жизни. И сущности обязаны ему служить. Чертенята обязаны ему служить. Они обязаны делать так, чтобы человек достиг своей самой высшей точки предназначения. Как только человек уходит от божественного, как только в нем поселяется гордыня, он себя считает пупом земли, богом там над чем-то еще, вот тут на тебе, дорогой, по полной программе. Сущности говорят, конечно, конечно, мы тебе поможем. Конечно. Но план-то божественный уже отключен. Ты же его сам отключил. А какой план тогда будет использоваться? А использоваться будет план, который мозг улавливает. А поскольку мозг – это физическое тело, а физическое тело, оно всегда хочет плотского. В этом случае, кто плотский у тех это будет предоставлять? Ну, конечно же, они. А вот там дальше, как в банке, мы тебе дали кредит, а теперь будь любезен отдавать. А чем ты отдашь? Отдавать-то нечем. И вот тут тогда вот седло, вот тут садится чувак с копытами, с рожками. Ну и поехали. Отдавай. Светлое будущее для нас чертенят. Поэтому сущности присутствуют всегда и везде. Вопрос. Кто ты? Если у тебя стремление божественное, не просто хочу, а стремление понимания, то тогда они тебе мешать не будут. Если ты живешь по плану божественному, то есть высшее, они тебе обязаны служить. Понимаешь, да? То есть одно дело, они тебе не мешают, другое дело не служат. А вот если ты от этого отключаешься божественного, ты становишься уже как минимум их слугой или второй уровень их рабом, то есть батарейкой. Вот это надо понимать. Поэтому они есть всегда везде. Мало того, те, кто поднялся на какую-то горочку, на своем пути взращивания, совершенствования, развития, для них это лакомый кусочек. Они с большим аппетитом тебя стрескают. Как только чуть оступишься, как только забудешь, кто ты, как только уйдешь из божественного пути, все. Они с большой радостью тебя съедят. За таких человеков идет борьба. Вот за такие души идет борьба. Душа какого-то там примитивного создания, это так, это ссор на зубок, семечки. А вот это, это банк целый. И сорвать там ребята очень сильно хотят. Поэтому все зависит от нас. Как это в рисковке, когда бабочку поймал, спрашивают, бабочка жива или мертва? Все в твоих руках. Раздавишь или отпустишь? То же самое здесь. А защиту ставить можно от сущности? Единственная защита – это осмысление, кто ты, для чего ты, и что тебе дальше делать. Это единственная защита. Конечно, можно амулетики на себя навешивать. Какие-то обереги можно делать. Вот на мне нет ни одного оберега, нет ни одного амулета. Не из-за того, что я такой крутой. Я не крутой. Я просто понимаю, для чего я что-то делаю и зачем я это делаю. Амулет, да, он какое-то время может защищать. Аберег какое-то время может защищать. Вопрос – а кого он защищает? Твои подлые деяния он защищает? Твою глупость защищает? Так ты тогда уже находишься под воздействием сущности чертенят. И тогда что за оберег ты носишь? И вопрос – от кого? Поэтому да, конечно же, можно предохраняться. Конечно же, можно ставить зеркала, можно шапки-невидимки одевать, можно еще что-то, можно фантомы выносить. Что угодно можно делать. Вопрос – а что ты с ними воюешь-то? Может быть, пора хозяином от этого мира? А в этом мире есть как божественное, так и оттуда пекельное. Вопрос – ты с кем воюешь? Может быть, ты с божественным воюешь? Что ты от этого мира всего закрываешься? Мир-то создавали не они. Мир создавали божественные сущности, высшие. Боги создавали этот мир. Эти только слуги были для богов. Так от кого ты защищаешься? Да, интересно. Ну, я благодарю тебя за очень содержательную беседу, за очень большую осознанность, которую лично я получила в этой беседе. Надеюсь, что и наши зрители, и слушатели тоже. От себя скажу, что вывод прост. Кем быть, решать нам самим? Человекообразным существом управляемым, либо управлять своей жизнью самим? Что-нибудь хочешь еще добавить? Да нет. Я уже все сказал. Будут вопросы, друзья мои, пишите. Постараемся на них ответить в виде передач, семинаров и каких-то практик. Благодарю тебя за очень содержательную беседу и интересный вопрос. Народное славянское радио Елена Андреева, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова